Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале в очередном влоге. Буду стараться снимать почаще влоги и сегодня, и завтра, и послезавтра я планирую снимать влоги. Не знаю, как там дальше карты лягут, но планы такие имеются. Сейчас позвонила врачу-ветеринару и записала Твикса на завтра на операцию. У нас в 2 должна состояться операция. Почитала все ваши комментарии. Огромное спасибо всем, кто написал про свой опыт кастрации или стерилизации домашних животных. Я поняла, что это просто необходимо моему котику тоже. Потому что, во-первых, и я страдаю, и он страдает. Он ходит по квартире и просто мяукает. На протяжении всего этого периода, то есть он очень воспитанный котик, он просто так никогда не мяукает. Наверное, это внутри его как-то мучает. Поэтому я решила эту проблему решить. Все будет делаться под наркозом, как мне объяснили. Волноваться не стоит. Вообще, мне объяснили, что кастрация намного проще, чем стерилизация. В общем, завтра я вам, наверное, покажу Твикса после наркоза. Естественно, процесс операции никто мне снимать не разрешит. Да и зачем это все дело показывать. Но сегодня обязательно нужно купить ему сумочку, с которой... Ну как, переводную сумочку, чтобы его засунуть в эту сумку, отвезти туда и перевезти. Перевезти обратно. Вот, а еще сегодня вечером у жены моего двоюродного брата день рождения. Ей нужно купить подарок и поехать на днюху. Я вас тоже обязательно возьму с собой. А сейчас я просто крашусь и буду сейчас снимать для вас мукпанг с панкейками. После того, как я закончила делать себе макияж, я вспомнила, что я вчера купила себе новую палетку от NYX Cosmic Metals. Точно-точно такую же я подарила своей подруге. И она очень понравилась. И вот недавно у нее в гостях я посвочила. И я поняла, что мне тоже обязательно нужна эта палетка. Цвета тут все шиммерные. Но при этом очень классные, пигментированные. Такие, знаете, универсальные цвета. Что-то я даже не додумалась и не сделала мейк с этими оттенками. Просто посмотрите, какая красота. Просто вау. Мне очень нравится. Хотя, казалось бы, обычные цвета. Вот, после того, как я у нее это все дело посвочила, полапала, сделала себе макияж, я поняла, что такая палетка обязательно нужна мне тоже. Сейчас со всеми сделаю свочи и покажу вам вблизи. Иногда надо себя радовать, по-другому никак. Еще такая же есть матовая. Ее тоже надо купить. Вот свочи точно-точно такая же есть матовая. То есть такая же серия, просто матовые оттенки. К сожалению, ее не было. Я ее покупала без скидок. Просто иногда, знаете, бывает такой момент, что вот хочется прям сейчас. Я взяла, и ничуть не жалею, обалденная палеточка. Возьмите себе на заметку. Мне нравится, я довольна. Правда, еще макияжа не делала, только лапала. А сегодняшний макияж получился вот такой. Мне кажется, очень красиво. У меня просто есть палетка, которую я хочу закончить. Сейчас вам покажу. Поэтому пытаюсь делать синий макияж. Я поставила перед собой цель до конца 2021 года закончить эту палетку. И у меня успешно это получается. И в этой палетке есть синий оттенок, который обязательно нужно добить. А вот эта самая палетка. Правда, многие меня не поймут. Это любители Project Pana. Меня поймут. Вот смотрите. Вот этот оттенок. Мне он сначала не нравился, но я нашла ему применение. Уже здесь есть дырочка. Надеюсь, что эту палетку я закончу до конца этого года. Вот я поставила себе цели. Я должна закончить эту палетку. Затем я должна закончить вот эту палетку от Revolution. Здесь тоже уже одного оттенка нет. Это оттенок для бровей. В общем, эти две палетки обязательно нужно добить до конца этого года. Это просто цель номер один. А эту купила просто, чтобы лежало. Гениальная логика, не правда ли? Надела белую футболку, потому что белая в кадре смотрится обалденно. У меня есть 520 тем, на которые я хочу поговорить о мукбанке. Но, скорее всего, я буду мусолить одну тему до конца видео. Ну, что поделаться. Сейчас пойдем посмотрим, что маме приготовила мне для мукбанка. А это панкейки. Я маме вчера просила, чтобы она мне приготовила панкейки. Сейчас вам покажу, какая прелесть у меня получилась. Здесь один мандаринчик. Нутелла и панкейки. А еще вот этот красавец ноет. А вы знаете почему? Мне кажется, он чувствует, что он записан уже к врачу. И скоро ему все отрежут, мой сладенький. Мой сладенький, тебе все отрежут. Извини, пластини, я ради тебя это делаю. Морч, морч, морч. Сладький. Вот такой вот супер обалденный завтрак у меня получился. Сажусь снимать для вас видео. И жизнь прекрасна, ребят, с таким хобби. Отсняла, значит, я мукбанк. Мама выходила. Мама, кстати, пошла покупать подарок. Я решила, что лучше мама выберет. Мы решили на день рождения дарить что-то из посуды. Мы посмотрим, что выберет мама. Я решила, что одежда и все такое. У нас с ней размер разный, у нас вкусы разные. Если жали, у нас все одинаковое. То есть то, что нравится ей, нравится и мне. И фигура почти плюс-минус одинаковая. То ей лучше купить что-то из одежды. А вот сегодня мы идем на день рождения жены двоюродного брата. И мама пошла покупать подарок. И, в общем, мама, когда выходила, увидела в двери вот такую вот бумажечку. Здесь написано, что это от налоговой. Каждый раз, когда я получаю письма от налоговой, я всегда очень сильно расстраиваюсь. То есть ничего хорошего они никогда не пишут. Они не напишут, что не плати налоги, мы тебе делаем подарок. В общем, здесь я сначала подумала, что это касательно моей деятельности в Ютьюбе. Оказалось, нет. Это налог на моего отца, на имущество. Я подумала, что вроде все платят эти налоги. Потом узнала у своего парня, потому что у них тоже есть две квартиры в Баку, у которой есть уже купчай все документы. Я спросила у него. Он сказал, что мы не платим никакие налоги. Потом я выяснила, покопалась в интернете. Оказалось, что граждане, кто не гражданин, например... Мне кажется, у меня домовой. В общем, если ты не гражданин Азербайджана, то ты должен платить каждый год налог. Прикиньте, я даже не знала. После того, как ты получил уже купчу домовую книгу, ты уже обязан платить налоги. А еще я, кстати, хочу застраховать квартиру. Я вообще такой человек, я люблю даже платить, но быть уверена в том, что у меня все офигенно. То есть я хочу застраховать квартиру от грабителей, от пожара, от всего просто. Вот, надеюсь, что в ближайшее время я это сделаю обязательно, как только решу вопрос с налогами. Проблема в том, что я не совсем поняла, на что именно налог. Почему налог? То есть здесь не написано, что так как вы являетесь гражданином, например, России, вы должны платить такой-то, какой-то налог. Здесь просто написано, вот столько-то плати каждый год. А почему? А сфига! Здесь, короче, есть номера. Я позвонила по этим номерам, никто не берет. Видимо, у них сейчас обед. Хотя странно, что сейчас обед. В общем, сейчас надо решить этот вопрос, позвонить в налоговую, уточнить, чтобы я конкретно знала, из-за чего мы платим. Вот. В противном случае у меня есть генеральная доверенность от моего отца. Можно квартиру переоформить на кого-то. Например, на меня или на маму. Возвращаясь к вам уже с информацией, я узнала, оказывается, все платят этот налог. А мы раньше его не платили, потому что у нас не было купчи. Купча это типа домовая. То есть дом не был до конца сдан. И не дали еще все документы, поэтому мы этот период весь не платили. А то, что папа является гражданином другого государства, не имеет никакое отношение к этому налогу. Но хотя бы я поняла, что за что мы платим. Там сумма небольшая, ничего страшного. Вот, жизни прекрасно. Но главное, что уточнила. Я поняла теперь, как платить. А тут уже мама пришла. Я вам сразу уже распаковала, чтобы показать. На день рождения мы идем с двумя такими вазами. Это для фруктов, да? Это для конфет больше. Для сладостей. Очень красиво, мне кажется, смотрится. Это от бренда Happy Home. Выглядит по мне очень красиво и дорого. Мам, ты была бы рада, если бы тебе такое подарок подарили? Да, очень была бы рада. Мама обожает вот посуду. Я, кстати, у именинницы спросила, что бы ты хотела получить. Я считаю, что это правильно спрашивать. Я ей предложила одежду, косметику или посуду. И на мое удивление она сказала посуду. Пожалуйста. В общем, вторая выглядит так же. Мама попросила показать вторую тоже. Если вдруг вы тоже захотите, это из Happy Home. Такая вот красота. Я думаю, что она будет рада. Сначала хотели взять одну большую, но потом мама решила, что лучше две небольшие взять, чтобы и с этой стороны, и с другой стороны стола. Мои хорошие, я хочу пойти прогуляться и как раз купить сумочку для Твикса. Так как у меня в камере очень мало зарядки, я, к сожалению, вас оставлю дома. И сама пойду без вас. Возможно, в магазине немножко поснимаю на свой телефон. Так что не скучайте. Я вас ставлю на зарядку и возвращаюсь буквально через час. Давно ищу себе для мукбангов плоскую тарелку. И вроде казалось бы нашла. Неплохая. Но я думала, она где-то монат 5 стоит. Но потом увидела, что одна штука стоит 34 моната. Это полторы тысячи за одну штуку, представляете? Дальше мне понравились вот такие вот плоские, потому что для мукбангов они просто идеально. Роллы на них ставить. Но эти тарелки в большом размере тоже стоят полторы тысячи. Я не понимаю, а что так дорого-то? Не знаю, возможно, я не профи в таких вещах. И я не знаю, сколько стоит на самом деле хорошая посуда. Но по мне полторы тысячи за одну тарелку. Это очень дорого. Дальше мне понравился такой стаканчик. Он на видео кажется небольшим. На самом деле это такое небольшое ведрышко, как я люблю. Магазин, конечно, хороший. Выбор большой. Но цены какие-то такие. Но иногда там бывают скидки. Дальше я пошла в магазин, наконец-то. В зоомагазин. И здесь очень много всяких сумочек для Твикса. Я пластмассовую специально не хотела, не рассматривала. Я именно хотела тканевую. Потому что пластмассовую, мне кажется, котику будет безумно неудобно. Хотя вот такие портфели тоже вариант неплохой. Тоже рассматривала их. Но сейчас вам покажу дома, что же я купила. Так, я уже дома. И вот что я купила. Правда, там было намного меньше. Но мне консультантка, так скажем, сказала, что все равно котик у вас тоже вырастет. Ему не должно быть здесь тесно. Поэтому взяла достаточно большой объем. То есть это, считайте, самый большой, из которых был. Он и стоил дороже всего. Но я подумала, на моем сладеньком не будем экономить. Тем более, ему буду делать кастрацию. Я же не могу его запихать сюда прям, знаете, как в банку с огурцами. Поэтому сейчас померяем. Он вроде нюхает, вроде ему понравилось. Но по мне тоже неплохо. То есть сравнительно я его не очень дорого купила, я считаю. Вот, и такой красивый. Ну что, как и предполагалось, ему совершенно не тесно, как вы видите. То есть очень даже комфортно. Вот так вот взял и пошел. Ну, хотя можно было и поменьше взять. Но я думаю, мой красавчик еще вырастет. Поэтому нормально. Хочет открыть, хочет выбраться отсюда. Вот и сеточка, чтобы дышать. Самое то, я смотрю на него. Мне его так жалко, что его завтра будут оперировать. Я, кстати, купила как раз-таки в больнице, можно сказать так. Там рядом с больницей, точнее в больнице, есть такой небольшой магазинчик со всякими принадлежностями для котиков и собачек. Вот там я как раз и взяла. Вот и как раз мой врач тоже был там. Сказал, что завтра в два я вас жду. Я сказала, мы помним, мы приедем. Я заказала себе роллы, сделала вот такую вот причесочку. Поем роллы, сниму мук-панк и пойду на день рождения. И мне мама такая говорит, вроде все идут на день рождения голодными, а ты тут нажрешься и пойдешь. Вот что-то не подумала я об этом. Но ничего страшного, хочется снимать побольше материала для вас. Тем более, у меня есть очень интересная история, про которую я вам никогда, оказывается, не рассказывала. Вспомнила чисто случайно, когда я снимала для вас видео про ограбление бабушки. И я вспомнила ситуацию очень смешную и интересную, которая произошла со мной. Вот, я прям в тонкостях все помню, поэтому обязательно надо вам рассказать. Вообще, надо завести себе блокнот, где записывать идеи, что я хочу вам рассказать в видео. А то я забываю. Вот думаю, надо это рассказать в видео. А потом сижу и думаю, блин, что-то я хотела рассказать. Так как у меня память куриная, это ужас какой-то. Макияж ничего обновлять не буду. Меня все вот устраивает. Мне даже нравятся уже в последнее время вот такие вот синие тени. По мне очень классно. И переход такой плавный сегодня получился. Ролу уже наконец-то привезли. Курьер позвонил и сказал, что будет через 10 минут. Я спустилась вниз. А приехал он через 25 минут. 15 минут ждала его. Но самое главное, что роллы очень вкусные. Сейчас сажусь снимать видео. Нужно быстренько снять материал, потому что мне еще ехать на днюху. Короче, я не сумела загрузить для вас видео. Придется либо ноутбук с собой брать, или что-то новое придумать. Я иду на день рождения, как последняя бомжара. В том, в чем я сплю. В этом же иду на днюху. Неохота наряжаться, если честно. Особо там никого не будет. И вам тоже снимать не буду. Мы взяли подарок. Мамочка тоже идет в домашнем. Только в новых пиках своих. Новую обувь купила. Так что никого не будет. Просто от души посидим. Вечером вернусь к вам. Подожди, подожди, не торопись. Смотрите, какой классный торт. Ты специально, да, хотела Марс? Да. Сейчас будем резать и кушать. Сколько тебе там исполняется? 27? Всего лишь 3 с лишним. А еще такой вот букет у Peronet. Посмотрите, какие красивые цветочки. Вау, вау. Я их заберу на себе. Попоткаюсь для инстаграма. Здесь нравится кто. Кого попоткать? Ее? Да. Давай я тебя попоткаю. Да. Ты тоже камер снимаешь? Да. Да. Поздравляем тебя, Перваночка. Желаю побольше денег, здоровья, успехов в работе, много пациентов, адекватных желательно. Ты испугалась? Ты испугалась? Ты испугалась? В прошлый раз она меня так цапнула. До сих пор след остался. Да, Сонечка, что ты такая неадекватная, а? Откуда такая неадекватная, а? Да, сюда. Полчаса этот. Ну, давай покажи ты на камеру, что ты делал только что. Я жду. Я жду. Я жду. Он просто стесняшка. Мы, короче, пришли домой, и он буквально 15 минут просто облизывал меня. Такой терся об меня, соскучился маленький мой. Мы тебе там изменяли, там был другой котик. Блин, домашние животные дома, это реально так круто. Ты приходишь домой, и кто-то тебя встречает с таким... Ну, извини, мой сладенький, завтра мы с тобой идем на кастрацию. Да, ну это вынужденная мера, моя бы воля, я бы тебя никогда не кастрировала. Вот, так что завтра я вам буду снимать. Буду показывать, как он себя чувствует, что как. Мне врач сказал, что сначала приведите, потом через 2-3 часа приходите. Вот опять, опять делает. Но на камеру он специально не делает такие вещи. Он стесняшечка. В общем, врач сказал, что приводите его, через 2-3 часа потом заберете. И вот этих вот не будет пупинчиков. Да. В общем, я вынуждена с вами уже прощаться. На этом закругляем наш влог. Завтра опять буду обязательно для вас снимать. Так что ждите. Всех люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok